Общий волонтерский стаж у Анастасии уже больше двух лет, но в штабе акции «Мы вместе» она с ноября. Доставляет еду и медикаменты, а также принимает звонки граждан, которые находятся на самоизоляции. Труд не из легких, признается девушка. Времени и сил уходят много. Но отдача от людей компенсирует усталость и заряжает позитивом. Когда мы обзваниваем граждан, есть люди, у которых нет родственников, не с кем поговорить. Мы выслушиваем их и помогаем не только ресурсами, но и просто человеческой поддержкой. Волонтеры штаба акции «Мы вместе» продолжают свою благотворительную деятельность вот уже 11 месяцев. За это время они обработали 125 тысяч заявок. Оказывают помощь людям в возрасте преимущественно старше 65 лет. Жителям этой возрастной категории до конца января не рекомендуют выходить на улицу. Ежедневно с понедельника по пятницу добровольцы штаба получают звонки на горячую линию. Кого-то просто консультируют, а кто-то звонит с продуктовым заказом, либо с просьбой принести медикаменты. Помогать – это так по-доброму и по-самарски. И для того, чтобы стать волонтером штаба акции «Мы вместе», мы, конечно же, проводим сначала обучение. И потом они приступают к работе. Но прежде всего это должен быть порыв души просто помочь окружающим людям. Для волонтеров штаба регулярно проходят обучающие лекции, а также мастер-классы и тренинги, в том числе по личностному росту. Ведь добровольчество – это не только помощь людям, но и постоянное саморазвитие. Михаил Ермоленко, События.